Всем привет дорогие друзья! С вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Звездные Войны Джедай Павший Орден. Итак, по своей прошлой серии выбрались из той планеты, прилетели на Богана, где нам надо добраться до вот этой вот цитадели и там найти какие-то хоть следы, возможность восстановления Ордена Джедаев. Но перед этим нам сказали с кем-то встретиться, попробуем может быть сейчас с кем-то пообщаться здесь. Есть такая вообще возможность? Так, что у нас тут такое? Посмотрим, что удастся найти. Что делаешь, парень? Чего ж ныряешь по кораблю? Просто осматриваюсь. Что, нечем заняться? Чем скорее ты все сделаешь, тем скорее это закончится. Угу, понятно. То есть тебе нужны будут семена. Ладно. С тобой можно пообщаться? Ты веришь, царь? Это в контракт не входит. Но вообще-то, за что попало, я не берусь. Мне с ней повезло. Надеюсь, ты прав. Обычно прав. Давай двигай, парень. Окей, как скажешь. Что тут еще есть интересное? Так, можно помедитировать и распределить очки умения. В принципе, почему бы и нет персонализации этого меча. Ну, давай глянем. Цвет. Зеленый. Оранжевый. Не, ну мне синий, допустим, нравится. Хотя, возможно, зеленый тоже неплохо будет смотреться. Ладно, пусть будет зеленый. Эмиттер. Битва при Майгита. Премиум контент. Битва при Умбаре. Премиум контент. Ну, это только внешний вид, который мы, в принципе, даже нормально-то и не увидим-то толком. Ну, давай пусть будет вот этот вот стоять. Переключатель. Опять-таки, возьмем битва при Умбаре. Муфта. Тоже будет, пусть будет битва при Умбаре. Материал. Ага. Ну, давай тоже все будет. Битва при Умбаре. Ага. Приз получен в мастер-оружейник. Зеленый неплохо смотрится, кстати. Да, играю я на PlayStation 5. И на... Каком уровне сложности? Там, Мастер-ЖД, по-моему, называется. Так, давайте помедитируем, посмотрим, что у нас там за очки. Точка сохранения. Точка сохранения расположена на всем пути Кэлла. Не забывайте взаимодействовать с ними, чтобы сохранять прогресс. В точке сохранения Кэлла может отдохнуть, а также приобрести навыки в обмен на очки навыков. Хорошо. Так, у вас за 6 очков для учения новых навыков. Открыть древя навыков, чтобы их распределить. Окей. А у меня только одно, да? Удар сверху. Больше, по-сю-ка, все остальное закрыто. Открывает мощный удар, смертельный для слабых врагов. Ну, давай. Ага. Неплохо так. Неплохо прям так. Хорошо. Окей. Как его использовать? На треугольник, да? Так, что у нас здесь? Увеличить максимальный запас силы Кэлла. Это, кстати, было бы неплохо. Замедление позволяет Кэлла замедлять цель на более длительное время тоже, в принципе, неплохо. Я, кстати, поменял мишку в управлении. Теперь у меня удар на R1, а замедление на квадратик. Так, очко навыка здесь, что у нас расходует силу, рывок вперед и атакует цель. Ну, ладно, у нас все равно пока нет никаких больше очков. Надыхаем. Враги возродились, но у нас, в принципе, никого и не было. Мы никого не убивали пока. Так что пока все неплохо. Ну, пошли. Кстати, может попробуем сейчас поговорить с ЦР, что-то непонятно как-то с кем она хочет меня познакомить. Выбираешь, куда лететь? Послушай чутье. Да я пока не боюсь себе разлететь. Давай, Кэл. Мы подождем. Буду прослушивать передачи имперцев. Я думал, империя не знает о существовании Богана. Подожди. Так, ну я вроде все везде посмотрел. Удачи там. Понятно. В общем, все поговорили. Ну, окей. Так, удар сверху. Окей, хорошо. Раскол-то равнина. Тут безопасно медитировать. Нужно сосредоточиться. Ну, давай. И сделаем выйти. Эй, Бедди один? Я Кэл. А, я в норме. Так, ищу кое-кого. Нет, не тебя. Мне нужен джедай, вроде как. Постой, ты знаешь, где джедай? Куда это ты? Эй, постой! Ты что, взломал ее? Спасибо. Так, ну хорошо. Может быть, как раз его там и искали? Вот хранилище, о котором говорила Церы. Там тот, кого я должен найти. Так, это карта. Добраться до хранилища. Текущий датчик можно всегда посмотреть на Галакарте. С настройками. Перемещение. Масштаб. Повернуть. Это, кстати, неплохо повернуть, смотрится. Так, ну у нас есть, получается, два пути налево и прямо. Угу. Неважных объектов. Это все понятно. Точка сохранения. Неследованные пути. Закрыть Галакарту. Так, ну давай смотаемся сюда. Чувствую, там что-то есть. Там есть враги. Это вот сто процентов. А как, кстати, вызвать карту-то у нас? Это отскок. Так, это все, конечно, интересно. Ну ладно. Вот это жучи. О, их. Ух ты, засранец. Так, момент, конечно, интересный. Но тут я не пройду. Сто процентов. Так, самое главное, рассказали, как карту-то открыть. Ой, какие-то растения непонятные. Не пройти, не проехать. Ладно, пойдем тем путем, который, в принципе, мы можем себе позволить. Есть идеи? Надо как-то преодолеть это пространство. По тросу? Ну да. Ты знал, что это сработает? В смысле нет? В смысле не знал. Медитировать. Просто откроем троечку. Отдыхать не будем, конечно же. Хотя можно, в принципе, восстановиться. Мы особо-то много противников не били. Давай. Здоровье себе восполним. Отлично. Так, здесь у нас... С другой стороны. Хорошо, вот, короткий путь будет. Какой-то будет срез. Я понял. Но мне бы хотелось тут кое-что осмотреть. Ага. Так. Давай пока штаб пойдем посмотрим. Надо везде все рассматривать. Л1. Чтоб подсветить. Судя по виду, воняет это существо похлеще гриза. Я понял. Жесткий противник. Восстановление. При смерти вы теряете все очки опыта, накопленные с момента получения последнего очка навыка. Окей. Нанесение урона отдалевшему вас врагу восстанавливает потерянные очки опыта и восполнит здоровье и силу до максимума. Хорошо. Возродиться. Ну, понятное дело. Я так понял, вам сюда явно рановато. Хорошо. Я согласен. Я переоценил свои силы. Осторожнее там. Выглядит опасно. Тут прямо как на свалке. Так, повиснуть. Держись, бедяки. Я иду. Куда ты собираешь тут свои... Клешни на меня. Так, всяких лап. Есть смысл их разбивать? Так, это не открывается, да? Почувствовать отзвук. Тот, кто здесь жил, обустроил внутри склад для еды и припасов. Кладовая. Какое-то время назад кто-то жил и использовал такой... Понятно. То же самое повторяю, да? С помощью психометрии Кэлла может получить информацию от силы, касаясь некоторых предметов. Хорошо. Да ты храбрец. Как ты? Ой, лапу повредил. Могу помочь. Что скажешь? Могу помочь. Оп. Хе-хе-хе, ладно. Ага. Так. Щуп слегка поврежден, но я поставлю тебя на ноги. Так. Вставай. Вот как. И я в хранилище иду. Ну что ж, сперва. Надо как-то отсюда выбраться. Так, давай посмотрим, тут ничего нет больше. Ага, световая мечта персонализировать не хочу. Беди, я здесь не пролезу. Не переживай, я выберусь отсюда. Тесно, но попробуем. Нормально все. Тут, может, что-нибудь есть? Ничего здесь нет. Так, какие варианты у нас? А, без разницы. Хе-хе-хе, я понял. Окей, и... Тихо-тихо-тихо, не то. А, понятно. Я так и должен был сделать, хорошо. Да, я в норме. Исцелиться. Это что, Стим? Ты полон сюрпризов. Мне лучше. Хороший дроид. Так, ну я, в принципе, все уже перерезал. Беди-1 заселяет Кэлла. С помощью восполняемых контейнеров стримов. Хорошо. Мне не встречались забывчивые дроиды. Глава первого приключения начинается. Кэл Кестис, бывший джедай Падаван, прятался на браке с момента вступления в силу приказа 66. Он присоединился к команде разборщиков и долгие годы вел неприметную жизнь, пока не раскрыл себя. Кэл использовал силу, чтобы не дать своему другу Прауфу погибнуть. Это послужило причиной нападения второй и девятой сестры. Кэлла спасли две загадочные личности, Церра Джанда и Грис Дритус. Теперь они оказывались на далекой планете Богана, где им предстоит раскрыть тайны древнего хранилища. Не поспоришь. Так, теперь вы можете использовать Галлокарта БиДи в любой момент, да? Спасибо. Спасибо. Так, и что у нас тут было? Так. Что-то было красное. Хм. Интересный момент. Это заблокировано. Наверное, потом откроется как-то. Хорошо. Я вижу какой-то ящик. Новый эмиттер Энна Кордова. Вы можете менять деталь светового меча на вистаках Богомол, оснащен одним из них, но эти также встречают по всей галактике. Угу. Хорошо. Хорошо. Нам нужно вон туда. Я чувствую. Так, окей. Ну давай побегаем здесь, посмотрим. Отлично. Отлично. Неплохо. Есть что-нибудь интересное там? Подожди пока БиДи. Надо все посмотреть внимательно. Ну, ящик-то я вон там вижу, но взять-то я ее пока не могу. Да, там слишком далеко. Да, там слишком далеко. Ну, хорошо. Великий раздел. Просканируешь? Просканируешь? Ты отметил все места, где мы были? Так, заблокирован доступно. Некоторые пути будут недоступны, пока Кэл не придет необходимой способности. Вверх-вниз приключаться на уровне. Окей. Я не смогу туда добраться. Нужен другой путь. Другой путь у нас есть. Кстати, а мы здесь с вами не были. Прямо возле корабля. Окей, надо будет запомнить. Туда пока мы снова попасть не можем, к сожалению, БиДи. Так, можем попасть туда. А здесь что у нас? Что пока подъемник не работает? Так, кто-то активировался. Ну, давай. Засранцы какие. Так, сканировать. Сплокс. Сплокс. Атакуют большими группами. Могут сворачиваться. Хорошо уклоняются от ударов, но не слишком живучи. Сплоксы крупные проворные насекомые, которые чаще всего действуют с координированными группами. Они всеядны и обладают небольшими тонкими крыльями, позволяющими им парить над землей. Сплоксы умеют сворачиваться и перекатываться, чтобы быстро атаковать и ошеломлять противник, дав возможность для атаки остальной стаи. Огдо-Богда, который я никак не могу победить. Используйте атаку световым мечом в комбинации силой, чтобы отсечь язык существа. Крайне агрессивен, чрезвычайно быстр и вынослив, не уязвим для светового меча. В смысле, не уязвим для светового меча, если он спокойно бьется неплохо так. Огдо-Богда редкий, чрезвычайно опасный зверь, который куда смертоноснее своего заурядного родича. В бою этот крайне агрессивный хищник, чрезвычайно подвижен и пытается как можно скорее сократить дистанцию до жертвы. В ближнем бою Огдо-Богда носит поистине колоссальный урон. Этот хищник обладает поразительной скоростью, выносливостью и толстой шкурой, которая способна уберечь его даже от светового меча. Парировать атаки Огдо-Богда или нанести ему прямой урон практически невозможно. Ладно, учтем. Ого. Тащит меня в засаду, да? Я так и знал. Так, во-первых, можно будет слазить сюда, да? А, там есть какое-то интересное место. Пойдем, сходим. Ага. Можешь мне помочь? Так, отлично. Здесь был чей-то лагерь. Кто-то был рад, что нашел гигантское существо, живущее рядом. Бинок. Так его назвали. Бинок. Ну, это то же самое. Среди лагерь принадлежащего тому, кто жаждал изучить крупное существо под названием Бинок. Ну да. То есть, это смысла открывать никакого нет. Он повторяет то же самое. Тихо, 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 тихо. Что? А, ты хочешь его исследовать? Блин. Ну ладно. В следующий раз, дружище. В следующий раз. Мы с тобой обязательно его исследуем. Ни в том, он целая орава. Ну, в смысле ты? Что не так? Что происходит? Ты не можешь вылезти, что ли? Класс. Да ударь ты его. Кошмар. Очень плохо, Кэл. Новая муфта. Доблесть и мудрость 2. Хорошо. Все очень плохо у нас с тобой, Кэл. Мы с тобой никак не можем сработаться. То есть, подожди. Мы сюда вообще зря шли, что ли, получается? Так? Так. Потому что мы вернулись. Окей. Так. Ты пока не работаешь, да? Ну, смотри. В принципе, мы можем здесь отдохнуть. Или давай вот этого товарища забьем сначала, да? Да, просканирую его. Отлично. Богрот. Перед атакой зарываются под землю, чтобы сбить противника с толку. Их удары легко парировать, но не давайте себя окружить. Богрот. Богрот широко распространенный вредитель и хищник, который питается мелкими зверьками, наподобие богликов. Из-за слабого зрения, Богрот является легкой добычей для своего природного врага, Огда. Богроты часто нападают в стаи и в целом предпочитают действовать в условиях численного превосходства. При опасности они зарываются под землю, чтобы потом внезапно атаковать ничего не подозревающего жертву. Толстая кожа отчасти защищает их даже от ударов световым мечом. Ну, в смысле защищает? Мы с ней плохо справились. Справились прям очень хорошо. Новый материал пончо, рассвет богана. Кстати, у нас есть разные пончо. Мы сейчас с вами так ходим, есть такое пончо, которое мы с вами били в самом начале. Давайте поставим теперь вот это вот. Неплохо смотрится. Неплохо смотрится. А, о как. Ну, окей. Я думаю, теперь можно, в принципе, отдохнуть. Так, мы можем поехать сюда. Нам, возможно, туда и надо будет, да? А можем сходить еще вот сюда вот посмотреть. А, тут тупичок. Ладно, я понял. Путешествие к хранилищу. Немножко не хватило нас с вами до опыта, но давайте восстановим сейчас свои силы. Плюс восстановим стимы. Отдых восстанавливает здоровье и силу. Для сохранения прогресса отдых не требуется. Угу. Если вы отдыхаете, враги появляются снова. Да, это понятно. Отдохнуть. Ох, не та кнопка была. Хорошо. О, я вижу. Ха-ха, я вижу противника. Ту же жабу. Ох, да бог, да жаба. Опа. Очко-навык получено. Отлично. Блин, они умеют отскакивать. А мой меч такой короткий, что, блин, приходится только на близком расстоянии их добивать. Так, подожди, а куда делась жаба? Что-то попахивает ловушка какой-то. Ух ты. Да, была небольшая засада. М-м-м-м. Не хочет работать. Ну, понятно. Так, подожди, куда делась эта жаба-то? Жаба же была, или жаба спрыгнула, покончила жизнь самоубийством. Да, мне как бы наверх бы забраться было прям хорошо. Жаба же не может взорваться в песок, правильно? Так, окей. Давай пока сюда. Так, ну опять-таки, я туда не могу перепрыгнуть. Я пока по стенам бегать не умею. Ну, тогда путь только один сюда. Давай просто помедитируем, отдохнем. Вернее, без отдыха. Тихо, тихо, тихо. Вон он. Отлично. Неплохо так. Хорош. Отлично. Что-то нашел. Отлично. Пара рыба. Пара рыбы обитает в крупных водоемах и питается водорослями и другими растениями. Когда водоросли недостаточно, множество рыб погибает. В процессе разложения их тела повышают кислотность воды и постепенно растворяются на дне, образуя ямы. Так. Ну, туда явно я не попаду. Поэтому пока идем сюда. А, вот это, наверное, пара рыбы были. Там что-то есть? Это воспоминания? Возможно бегать по стенам? Пробуй еще. Это не просто учитель. Да, путь труден. Порой кажется это невозможно. Но упорство и сила помогут преодолеть любые преграды. У тебя все получится. Так. Теперь двигайся ко мне. Окей. Подвигите к рельефным стенам и запрыгните на них, чтобы бежать по ним. Быстрее! Больше энергии! Как скажешь. Теперь доберись до меня. Ух ты. Я смог. Упорство и сила и правда помогают. Отлично. Просто вспоминаю старые трюки. Я предлагаю нам с вами вернуться. Потому что там был какой-то ящик. Покажешь снова тот короткий путь? А, вон ну как. Так, ну хорошо. То есть мы туда по-любому не забрались бы. Значит, здесь есть ящик. Жалко, что не помечается на карте, что он есть. А, так вот, отлично. А, это отзвук. Здесь было место для медитации. Кого-то знакомого с Орденом Джедаев. Медитация. Отлично. Ой-ой-ой. Слишком как бы неудачно получилось. Можно попробовать туда. А возможно туда и надо. Нет. Есть очередной отзвук. Эту сумку кто-то привез с Корусанта. Ее владелец злился на совет джедаев. Ух ты. Разочарование. Тут что-то есть, но я не могу этим воспользоваться. Правильно? Правильно. Так, ну-ка покажи мне карту. Да, по идее, нам тогда сейчас надо будет идти к лифту. Мы скорее сможем его запустить. Опа, ящичек. О, ладно. О, там что-то было. Новый включатель святого меча. Доблесть и мудрость 2. Открыт короткий путь. Хорошо. Но нужен ли он был мне? Вот в чем вопрос. Там вроде бы ничего такого и нет, да? Так, ну эти все возродились. Ну давай, 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 давай. Буду ждать всех здесь. Ну вот это прям хорошо получилось. Сразу целую толпу. Так, какие еще варианты? Да-да-да-да, я помню тебя, дружище. Я помню прекрасно. Не того замедлил, да? Не того замедлил. К сожалению. Так, мне поедем надо наверх. Да что с тобой происходит? Так, беги, помогай. Надо заняться ранами. Так, чтобы управлять этим устройством, необходимо починить щуп-адаптер. Ох, какой ты у нас здоровый зверек. Ну что, я готов, в принципе. Отлично. Наперегонки? Держись. Да, попробуй его обгони. Давай-давай-давай, Кэл. Это еще не конец. Ладно, ладно. Ты бы все равно выиграл. Наверное. Так, мы можем, в принципе, помедитировать, да? Давай. У нас есть очко навыка. Давайте посмотрим. Можем сюда. Максимальный запас здоровья Кэла. Не так сильно важно. А вот запас силы, мне кажется, будет важнее. Отлично. Да, блин, не ту кнопку нажал. Так, что-нибудь еще интересное есть? О, есть. Подношение. При создании этих реликвий использовались материалы, которые не встречаются на боганом. Хрупкость конструкции указана на то, что они выполняли исключительно декоративную функцию, могли являться объектами религиозного значения. Возможно, их приносили сюда в рамках паломничества. Так, ну что, нам сюда? Хрупкость конструкции указана на то, что они выполняли исключительно декоративную функцию. Это сооружение находилось здесь веками. Похоже, единственный способ открыть реликвий использует силу. Ну, так мы уже ее использовали. Впечатляет. Что такое, Биди? Отлично, незнакомец. Тебе удалось пройти испытание и получить доступ к хранилищу и этой записи, одной из многих, которые бережет дроид. Я мастер Эна Кордова. Мы незнакомы, но мне известна твоя цель. Судьба ордена джедаев в твоих руках. Это место, это хранилище. Бывший храм, давно угасший цивилизацией Зеффо. Здесь во время медитации на меня снизошло озарение силой. Видение конца. И я спрятал в храме джедайский Голокрон с именами и координатами детей галактики, чувствительных к силе. Впереди тебя ждет камера хранилища и еще одно испытание. Я могу доверить Голокрон лишь тому, кто понимает меня и идет тем же путем. Найди же гробницы трех мудрецов и научись видеть таинства силы, как Зеффо видели их. Этот дроид станет ключом к успеху твоего предприятия. Отправляйся на Зеффо. Там ты познаешь мир в эпицентре бури. Удачи, джедай. Да пребудет с тобой сила. Так это с тобой я должен был познакомиться. Так. Знаешь, я очень долго был один. Я жил без цели, прятался. Так жить нельзя. Ни джедаю, ни дроиду. Может, церы права. Может, хватит прятаться. Эй. А хочешь, познакомлю с моими друзьями. Приз получен давным-давно. Открытый пункт назначения Зеффо. Это у нас с вами будет новая планета. Там мы с вами отправимся, ребята, уже в следующей серии. На сегодня все. Так, добавлены записи. Это все то же самое, что он и говорил. Окей. На сегодня все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.